Десятилетний Аман – инвалид с детства. Ему поставили диагноз ДЦП. До трёх лет мальчик совсем не ходил. Родители Амана возили его в разные реабилитационные центры, чтобы улучшить состояние. Сейчас ребёнок начал потихоньку говорить. Аман получает всю необходимую помощь от государства. Мы получаем ежемесячное пособие в размере 8 тысяч сомов. Аман не может передвигаться самостоятельно. Поэтому мы получаем дополнительно 5 тысяч сомов за то, что присматриваем за ним. В сфере медицины нам предоставляется скидка 50% на некоторые лекарства. Сейчас мы ходим в реабилитационный центр в Бишкеке. Таким детям, как Аман, была организована культурно-образовательная акция «Инклюзивный Кыргызстан». В ней приняли участие более 200 детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам министра труда, социального обеспечения и миграции, на сегодняшний день руководство страны принимает все меры, чтобы предоставить высшеперечисленным категориям детей необходимые социальные услуги. Дети с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день их у нас в Кыргызстане 34 тысячи таких детей. А также здесь находятся дети, чьи семьи, которые оказались во временной трудной жизненной ситуации. В нашей стране их 107 тысяч семей, а в них 349 тысяч детей сегодня получают наши пособия. Дети – самая уязвимая часть общества. И задача взрослых – сделать все возможное для их счастья. Так, в честь Международного дня защиты детей в Бишкекском государственном университете прошла акция под лозунгом «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». Это учебное заведение является ведущим центром подготовки специалистов социальных служб и ежегодно осуществляет прием абитуриентов с инвалидностью на специальность социальной работы. Был создан стипендиальный фонд, где студентам, которые будут поступать к нам с ограниченными возможностями здоровья, ежегодно в день Международного дня защиты детей будет вручаться в размере 10 тысяч сомов в день 1 июня. На протяжении многих лет в стране работают благотворительные фонды, которые оказывают населению гуманитарную поддержку. На мероприятии благотворительный фонд «Элимбар Сынбы» поздравил детей с праздником и подарил им пакеты со сладостями и одеждой. Мы обучаем их, кто там швию, кулинарию и так далее. Первоначально, как говорится, ищем средства, находим им машинки и так далее. И они уже сами потом начинают вышивать, шить, готовить, продавать. И уже не на шее государстве, а наоборот, уже свою семью сами обеспечивают. На площадке БГУ Международный детский день традиционно отмечается каждый год. И в этом году программа праздника была насыщенной и познавательной. Студенты вуза подготовили для маленьких гостей викторины, выставку детских рисунков, а также вручили памятные подарки и призы.